Уважаемые коллеги! Уважаемые коллеги! Уважаемые коллеги! Уважаемые коллеги! Уважаемые коллеги! Важно, что мы не просто формируем эти сборные, но и обеспечиваем их необходимым оборудованием, методической и административной поддержкой. В РФС для этой работы созданы новые подразделения. В профессиональном футболе хочу отметить реформу Кубка России. Мы ввели элитный групповой этап турнира, что создает больше возможностей для команд из всех лиг сыграть с ведущими клубами страны. Обновлены подходы к маркетингу, создан новый визуальный стиль Кубка. В результате он стал гораздо привлекательнее для спонсоров, значительно выросли доходы от проведения турнира, а его призовой фонд увеличился в 10 раз. Провела ребрендинг Суперлига у женщин. В этом сезоне в ней впервые выступают команды «Зенита» и «Краснодара». Достигнута договоренность с Минспорта о выделении дополнительного финансирования для развития женских клубов. Женскому футболу сегодня уделяют большое внимание и FIFA, и UEFA. И мы тоже не сомневаемся, что женский футбол продолжит активное развитие в России, а его популярность у болельщиков будет расти. Один из главных приоритетов для РФС – создание новых возможностей для эффективной подготовки спортивного резерва. Мы разработали и начали реализацию комплексной программы «Наша смена». Больше 50 детских спортивных школ по всей стране получили статус региональных центров Российского футбольного союза и детских футбольных центров. И это не просто статус, это дополнительная финансовая и методологическая поддержка от РФС. Это обновление инфраструктуры и поставки нового оборудования в школы. Качественная подготовка резерва невозможна без хороших тренеров и футбольных функционеров. Совместно с Минспортом мы реализуем программу по повышению квалификации тренеров. За этот год обучение пройдут 2500 человек, а всего до 2022 года – 8000 человек. Кроме того, начала работу Академия РФС. Уже запущено 7 образовательных программ, а в планах до 2022 года запустить не менее 37 программ по широкому кругу футбольных специальностей. Для эффективной подготовки резерва нужна регулярная игровая практика во всех возрастных группах. Поэтому мы обновили подходы к соревнованиям у юношей. Созданы лиги ЮФЛ-1 и ЮФЛ-2. Обновлен формат молодежного первенства. Футбол является самым популярным видом спорта в нашей стране, но мы видим потенциал для вовлечения в занятия футболом еще большего количества жителей нашей страны. Любовь к спорту, как известно, закладывается в детстве. Поэтому мы планируем проводить дополнительные уроки футбола, открывать новые футбольные секции. Для реализации этих планов с начала учебного года запущен проект «Футбол в школе», который поддерживается Министерством просвещения. Совместно с ЮФА в этом году мы также приступили к реализации проекта «Гроу». Его основная задача – вовлечь в занятия футболом максимальное число людей, вне зависимости от возраста, пола, уровня игры. Активная реализация этих проектов начинается в нескольких пилотных регионах, а в дальнейшем мы будем их масштабировать. Трансформация происходит и в нашей политике по работе с регионами. РФС направляет в регионы дополнительные финансовые ресурсы. В два раза увеличена сумма финансовой помощи региональным федерациям футбола и межрегиональным объединениям. Мы также по-новому структурируем подходы к развитию футбола в регионах. Заключаем четырехсторонние соглашения между РФС, Министерством спорта Российской Федерации, администрациями регионов и региональными федерациями. Таких соглашений, в которых ставятся четкие цели и распределяет соответственность, заключено уже 14. В ближайшее время их готовы подписать еще порядка 30 регионов. В регионы же пойдет основная часть средств, которые Россия, как хозяйка чемпионата мира 2018 года, получит по программе FIFA Legacy. В переговорном процессе с FIFA нам почти вдвое удалось увеличить сумму финансирования по этой программе – 60 до 100 миллионов долларов. Более половины этой суммы зарезервировано на обеспечение региональных центров Российского Футбольного Союза объектами всесезонной инфраструктуры, в том числе планируется строительство малоформатных манежей. Коллеги, Российский Футбольный Союз сегодня – это финансово устойчивая организация с широким кругом партнеров и спонсоров, которые верят в российский футбол, в том числе в его маркетинговые возможности. Это тоже результат большой, не всегда заметной работы и сложных переговорных процессов. И мы продолжим увеличивать коммерческую привлекательность спорта номер один. Конечно, нам предстоит решить еще много сложных задач и найти ответы на непростые вызовы. Необходимо строительство новой инфраструктуры, нам нужен значительный рост числа квалифицированных тренеров и более динамичное развитие профессионального футбола. И многое-многое другое. Безусловно, мы все ждем более успешного и удачного выступления российских клубов в Европе. Есть потенциал для повышения качества судейства. Работа над этой задачей уже ведется, и в ближайшее время, как мы рассчитываем, даст результат. Важным шагом в этом направлении стало введение ВАР на всех матчах российской премьер-лиги. При этом необходимо не только улучшать качество судейства, но и менять отношение футбольного сообщества к профессии судьи, повышать общий уровень знания и понимания правил игры. В любом случае, для стабильных, а не эпизодических успехов нам нужна система. Российский футбол должен развиваться комплексно и по всей вертикали. И вместе с вами мы строим такую систему и действуем как одна команда. Хочу поблагодарить каждого из вас за вклад в создание новых возможностей для развития российского футбола. Желаю вам здоровья и новых успехов. И надеюсь, что следующая конференция пройдет уже в традиционном очном формате. Редактор субтитров А.Семкин